Здравствуйте! Сегодня мы начинаем, вернее, продолжаем цикл лет, цикл, посвященный истории русской эмиграции. Мы займемся сегодня XIX веком. Хочу вам напомнить, что речь в этой лекции пойдет о Николае Ивановиче Тургеневе, знаменитом русском изгнаннике, знаменитом ученом, дипломате и, как его называли в нашей литературе, декабрист без декабризма. Хочу прежде всего сказать вам и обратить ваше внимание на то, что мы еще недостаточно знаем свою историю. Почти ничего не знаем о тех, кто жил до нас, кто поднимал державу, кормил страну. Мало знаем своих ученых, зодчих, художников, экономистов и дипломатов, даже великих писателей, равных которому нет в мире, мы знаем только понаслышке или, во всяком случае, недостаточно знаем. Так, например, не удалось нам выяснить, кто же написал слово о полку Игореве. Это блестящий эпос древнерусский, но за ту версию о том, что это подделка в 18 веке, которая появилась, сразу же ухватились. Почему, скажите, кто морочит нам голову, кто нас все время обворовывает, кто стремится замолчать наши достижения? Мы сегодня лишь поставим этот вопрос в нашей лекции, попробуем ответить на него. И я предлагаю такой вариант ответа. Вы же должны думать вместе со мной. Давайте думать вместе. Давайте думать дальше. Давайте сейчас посмотрим, как выглядел Николай Иванович Тургенев, которому сегодня и посвящено наше повествование. Хочу напомнить, что имя великого писателя Ивана Сергеевича Тургенева, во всяком случае, как автора записок «Охотников», знают почти все. Имя же Николая Ивановича Тургенева не знает почти никто. Между тем, это был выдающийся политик, экономист и дипломат. В любой стране горделись бы таким соотечественником. А мы, то ли слишком мы богаты, то ли следуем какому-то внушению, не умеем на самом деле ценить свои таланты. Вот что писал о Николае Тургеневе Иван Сергеевич Тургенев. 29 октября, по старому стилю, 10 ноября по-новому, 1871 года, скончался в своей вилле Бербуа, возле Бужевали в окрестностях Парижа, один из самых замечательных, и прибавим смело, как бы отвечая перед нелицемерным судом потомства, один из благороднейших русских людей, Николай Иванович Тургенев. В последнее время снова обратили внимание мыслящие публики на этого изгнанника особого рода, который, проведя почти полстолетия в отдалении от Родины, жил, и можно сказать, только России и для России. Чтобы дать хотя бы приблизительное представление о том, что сделал Николай Тургенев для отечественной науки, и для того, чтобы Родина стала из нищей, вечно страдающей, превратилась в процветающую, счастливую державу, приведем ряд его основных работ. Первое. Опыт теории налогов, 1818 год. Далее. «Ля Рюсси» и «Лерюсс», то есть «Россия и русские», написано по-французски. Три тома вышли в Париже в 1947 году. Но переведены были только два тома. Это ли не свидетельство преступного небрежного отношения в нашей отечественной культуре? Далее. «Россия и современный европейский кризис», тоже на французском языке, и тоже не была переведена. В ней, кстати сказать, Тургенев предсказывает неизбежность Крымской войны, и даже в общих чертах намечает результаты ее. Нет, чтобы прислушаться голосу разума. Даже переводить тоже не стали. Следующая работа. «Пора», 1858 год. Далее. «О силе и действия рескриптов 20 ноября, 1859 год». Вопрос об освобождении и вопрос об управлении крестьян. Тот же год. «О суде крестьян и о судебной полиции в России», в 60-й год. И затем особо хочу отметить его работу «Последнее слово об освобождении крепостных» в 60-м году. Ну, надо сказать, что вот в этой работе была помещена записка от 1819 года, напомню, что, будучи статс-секретарем при государственном сровете, Николай Иванович представлял императору Александру туда записку «Нечто», называлась она, «О крепостном состоянии в России». Вот, посмотрите, портрет Александра I, который носил, можно сказать, его называли, во всяком случае, в народе благословенной. Хочу напомнить, что Александр I известен в истории России прежде всего как борец с наполеоновским игом, как устроитель известного Венского конгресса и победитель Наполеона. Ну, одна эта записка могла бы служить материалом для размышлений и программой деятельности для целого поколения русских людей. Затем следующая работа, 1866 год, о разноплеменности населения нашей Родины. То есть о разноплеменности России. Эта проблема всегда волновала Николая Тургенева. Он очень остро и, как никто из его современников, пожалуй, понимал, что этническая пестрота государства российского сглаживается лишь весьма относительно единой государственной властью. Что племена и народы, населяющие империю, не только не имеют общих этнических корней, а Тургеневу, потомку злотордынского мерзы, это было хорошо известно. Но и даже в культурном и историческом плане эти народы столь сильно отличаются, что если вдуматься в их пребывание под одним гербом, то есть под властью одного государства, то представляется какая-то историческая нелепость, которая, по мнению Тургенева, должна была быть исправлена. Он полагал, что исправление должно исходить от самой выносливой, именно в силу также ее полиэтничности, нации, то есть от русских. Именно от русских, которые имеют найти общий язык не только с единоверцами православными, но и с людьми других конфессий. Найти этот общий язык и на этом общечеловеческом языке договориться о мирном существовании на громадном пространстве, которое с избытком достанет на всех. Вот что предлагал, собственно, Николай Тургенев. Мы останавливаемся специально на этой мысли его, поскольку я нахожу, что она чрезвычайно актуальна и в свете последних событий в России. Нам и сейчас, в принципе, необходимо понять, что только мирное соседство может спасти от самоистребления. Если эта проблема, как вы видите, стояла 150 лет назад перед мыслящими людьми России, то сейчас от ее решения зависит просто-напросто наша с вами жизнь. Следующая по времени работы Николая Тургенева «Что желать для России», 1968 год и последняя, предсмертная, о нравственном отношении России к Европе, 1869 год. Психологический портрет Николая Тургенева не получится, если мы не обратимся к тем мыслям, которые он сам высказывал относительно себя в своем дневнике. «Я остался и оставался всегда верен моим убеждениям. Мнения мои никогда не переменялись». Однако, как согласовать это с тем, что в молодости Тургенев был близок к идеям декабристов? Во всяком случае, в 1820 году Тургенев однозначно высказался в поддержку становления в России республики и сочувствовал, конечно, восстанию Семеновского полка. В дневнике же своем он выражал восторг в связи с успехами революционного движения в Испании. Таким образом, еще раз подумайте, как согласовать все это с тем, что, например, писал о Тургеневе Герцен в 1860 году. То есть уже спустя более четверти века после восстания декабристов и вошелся на престол Александра II. Описал Герцен следующее. «Мы всякий раз чувствуем глубокого уважения. Встречаем имя Николая Ивановича Тургенева в числе передовых бойцов за свободу крестьян, за свободу суда, за свободу всего русского народа вообще. Через 30 лет государственный человек, оттертый Николаем от Родины и от деятельности, он являлся с той же верой, энергия его не утратилась, любовь его к России не остыла». В этих словах, думается, и заключается ответ на вопрос о том, что имел в виду Иван Сергеевич Тургенев, когда в некрологии он писал о нем. Писал он как о человеке исключительно цельном, правдивом и искреннем. Эта цельность, эта искренность – все, чем наполнены труды Николая Тургенева, можно выразить немногими словами – любовь к Родине. Все – и увлечение республиканскими идеями, и размышления о лучшем экономическом порядке в России, и гневные слова против крепостного права – все имело одну цель, было наполнено одной мыслью. Несмотря на многочисленное пребывание за границей, Николай Иванович оставался всегда русским человеком, можно сказать, с ног до головы, и не только русским, а московским человеком. Эта коренная русская суть выражалась во всем – в приеме, во всех движениях, повадке, в совом выговоре французского языка, а русскому и упоминать нечего. Бывало, находясь под кровом этого радушного гостеприимного хозяина, это вспоминает его однофамилия Стургенев, хлебосола и, слушая его несколько тяжеловатую, но все же искреннюю и толковую, честную речь, невольно удивляешься. Почему ты сидишь перед камином в убранном по иностранному кабинете, а не в теплой, просторной гостиной старозаветного московского дома, где-нибудь на Арбате, на Причистенке или на той же Моросейке, где, кстати, Стургенев провел свою молодость. Всякое известие с родиной подхватывалось им на лету. Он слушал рассказы о ней с жадностью, со страстным увлечением, верил в нее, в наш народ, в силы и в будущее России, в ее дарование. Отметьте, верил в Россию, жил мыслями о ней, ради нее трудился, но домой не ехал, хотя помилование ему вышло в 1857 году. Об этой странице его жизни мы коснемся в следующем нашем повествовании. Как схожи, однако, судьбы двух Тургеневых, Ивана Сергеевича и Николая Ивановича, ведь оба они были истинными подлинными патриотами. Для обоих родина была превыше всего. И оба, в общем-то, добровольно, если не считать первых лет, проведенных в вынужденном изгнании Николаем Тургеневым, жили вдали от родины. Ну, заканчивая этот психологический портрет, ред сложный такой яркой личности, каким был Николай Тургенев, мы, разумеется, считаем, что эта характеристика не исчерпывающая. Чтобы дополнить ее, нужно обратиться к жизнеописанию Николая Тургенева. И тогда, проследив вместе с нами его жизненный путь, мы составим более полное представление еще об одном добровольном изгнаннике-иммигранте. Биографии Николая Ивановича Тургенева и Тургей Ивана Сергеевича в чем-то схожием. Корни тургеневского рода уходят в далекое прошлое, в Золотую Орду. Как и в семье Ивана Тургенева, согласия между родителями не было. И все же главой был отец семейства, Иван Петрович Тургенев. Его чрезвычайно уважали и любили сыновья. Он был богатым землевладельцем и, в отличие от Сергея Николаевича, имел в Симбирске родовое имение и несколько деревень. Надо сказать, что судьба у Ивана Петровича была очень сложной. В царствовании Екатерины он близко сошелся с Новиковым и Радищевым, за что попал быстро в опалу, был сослан. И вернулся уже, можно сказать, к деятельности активной только после восшествия на престол Павла I. Тогда он вернулся из Симбирской ссылки и получил при Павле пост ректора Московского университета. Затем, кстати сказать, скоро вышел в отставку и через четыре года скончался. Портрет Ивана Петровича был бы неполным, да и много бы его в судьбе было бы, и его, кстати, сыновей осталось бы загадочным и непонятным, если не упомянуть о том, что Иван Петрович был одним из самых ревностных масонов. Об этом мы поговорим тоже несколько позже. Ядро этого кружка тогда составлял на веков Шварц и Лопухин. Дом Ивана Петровича Тургенева был одним из центров культурной жизни Москвы. Здесь можно было встретить и Николая Михайловича Карамзина. Посмотрите его портрет. Ну, это известный историограф русский, автор знаменитого произведения «Истории государства российского», который получил очень спорную оценку в общественно-политической прессе того времени, но оставил очень глубокий след в русской историографии. Затем писатель Иван Иванович Дмитриев. Он принадлежал, так же, как и Карамзин, который считался родоначальником, явление в литературе, получившее название «сентиментализм». Он был прекрасный поэт и государственный деятель. Затем Василий Андреевич Жуковский. Это совершенно известнейшая личность. Могу только добавить, что это был не только поэт, но и переводчик, очень романтически настроенный человек и тоже примыкал к школе сентиментализма. И, наконец, Василий Львович Пушкин, известный весельчак, болтун, человек, который в силу своего характера и такой разбросанности часто был объектом шуток в литературной среде. Он, кстати, тоже баловался пишками. И после того, как познакомился с французским актером Тальма, пытался ему подражать, что и вызывало такую шутливую реакцию. Я напомню, что в этот период увлекались сентиментализмом. И «Бедная Лиза», известное произведение Карамзина, стало предметом подражания для многих в то время уже написанных и повестей, и поэм. На книжных прилавках можно было найти и бедную Машу, и прекрасную Татьяну, жившую по душе Воробьевых гор, и так далее. Полную противоположность мужу представляла Екатерина Семеновна Тургенева, урожденная Качалова. Чем-то она напоминала Варвару Петровну Лутовинову, мать известного писателя. Такой же властный характер, такая же уверенность, что с рабами можно и должно обращаться, только применяя жестокие меры и, разумеется, телесные наказания. Возможно, что именно о крепостных методах ведения хозяйства и о жестокости, как о саморазумеющемся явлении тогдашней русской жизни вспоминал Николай Иванович Тургенев, когда писал в своем дневнике. Принадлежа по происхождению класса рабовладельцев, я с детства узнал тяжелое положение миллионов людей. «Тонущих в России в цепях крепостного права». Зрелище такой вопиющей несправедливости живо поразило мое воображение и оставило в душе мой никогда уже не изгладившееся впечатление. Правда, в отличие от Варвары Петровны, которая была высокообразованным человеком, Екатерина Семеновна была попросту малограмотна. Приведем отрывок очень коротко из ее письма к Николаю. Сохраним, в общем-то, орфографию подлинника. «Милой мой Николаша, очень я довольна, что ты часто пишешь. Благодарю Бога, что ты здоров. Ты нынче говеть будешь. Прошу тебя, не упущай молиться о Богу, меня это сокрушит». Вот воспитанием практически сыновей, а у нее было пять мальчиков, она занималась только в том смысле, чтобы при, так сказать, привитем так называемой хорошей манеры поцеловать у дамы ручку или шаркнуть на балу ножкой. И что, в общем-то, она могла дать этим любознательным умным детям. Сама Екатерина Семеновна интересовалась, в общем, только светскими приемами и туалетами. Вот что вспоминает один московский барин Булгаков в одном из своих писем. Старуха Тургенева, это имеется в виду бал у генерала-губернатора в Москве. Старуха Тургенева так разрядилась, что на пальце у нее висел огромный перстень, подаренный сыну Александру. И она все подносила к носу золотую тубокерку, чтобы все видели дорогой перстень. Ну, я уже говорила о том, что в семье было пять сыновей и, можно сказать, ни одной дочери. В общем-то, считают, что когда рождаются на свет одни мальчики, то это признак вырождения. Трудно сказать, так ли это на самом деле. Во всяком случае, один из сыновей, Николай, родился с укороченной ногой. Это как раз герой, о котором мы сегодня повествуем. Он был с детства хромым. Второй сын Андрей и четвертый Сергей умерли в молодости. Андрей по неизвестной причине в возрасте 22 лет. Сергей же просто сошел с ума, узнав о приговоре брату Николаю и умер совсем юным, 17 лет. Первенец Иван скончался тоже во младенчестве. А вот Александр Иванович Тургенев, второй сын Ивана Петровича Екатерины Семенны, родился в 1784 году. Давайте посмотрим его портрет. Он был на три года моложе Андрея, своего рано умершего брата. Александр Иванович получил блестящее образование в Гитингенском университете. Был знаком с литературными знаменитостями всей Европы. Сопровождал Пушкина в лицей в 1811 году, а спустя четверть века отвез его тело в село Михайловское и присутствовал при опускании его в землю. Он не был ученым в принятом смысле этого слова, хотя по нашим меркам сделаны им извлечения документов о России и западноевропейских археев, особенно Ватиканского, могли бы принести ему высокие научные плоды и звания. Ну, он этим занимался просто так, из любознательности. По словам его друга, князя Вяземского, он был умственный космополит, ни в каком участке человеческих познаний не был, что называется, дома, но и ни в каком участке не был он совершенно лишним. Да и сам Александр Иванович считал, что для научной деятельности он не годится. Александр Иванович Тургенев, милый болтун, писал о нем Герцен, весело видеть, как он, несмотря на седую голову и лита, горячо интересуется всем человеческим. Сколько в нем жизни и деятельности. Потом приятно очень слушать его всесветские рассказы, знакомство со всеми знаменитостями Европы. Тургенев – европейская кумушка. Человек, он, что называется, «окуран» по-французски, «курси» всех сплетен разных земель и стран и все рассказывает, и все описывает, острит, хохочет, пишет письма, ездит спать на вечера и показывает свою любознательность везде. И вместе с тем нельзя не признать, что общение с этой попоражением Герцена европейской кумушкой было не только занятно, но и весьма полезно целому поколению русской образованной молодежи. В нравственном отношении Александр Иванович был выше всех похвал. Любимому брату Николаю он оставил отличное состояние. Один пекся о родовой в отчине Тургеневых. Попросту, можно сказать, много работал, чтобы земля не лежала в туне, а приносила доход. Формула Шлёцера, усвоенная им в Геттингеме, несомненно, оказала влияние на всю его последующую деятельность. Кто такой Шлёцер? Несколько слов. Шлёцер Христиан Августович, известный юрист, после Геттингенского университета стал профессором политэкономии в Московском университете. Так вот, эта формула проста. Земля, люди и деньги – основа благосостояния нации. Ручаг, приводящий в действие энергию человека. За цветской болтовнёй хорошо воспитанного и образованного мужа стоял рачительный хозяин, преданный, любящий брат. Без постоянной помощи Александра, моральной и материальной, вряд ли мог выжить Николай. Такова была семья, в которой рос и воспитывался Николай Иванович Тургинев. Надо сказать, что дату его рождения часто путают. Называет той 1787-й, той 1790-й. Родился же Николай Иванович Тургинев 11-го, по старому, по новому стилю 22-го октября 1789-го года, в Симбирске. Детство провёл в Москве, в доме на Моросейке, который принадлежал его родителям. Этот дом был позже приобретён Боткиным. Сейчас там нет мемориальной доски, которая напоминала бы о людях, когда-то живших здесь и создававших русскую культуру. Но не только этой доски нет, нет самого дома. Между тем известно, что пожар Москвы 1812-го года пощадил дом Тургинева. Николай Тургинев получил сначала, как было принято в те годы, домашнее воспитание. Ну, это типично для дворянских семей. Затем детство, надо сказать, вообще оставило глубокий след в его душе. Я уже говорила, что родовое имение было расположено на Волге, на правом берегу Волги. Вид открывался на левый берег Великой реки, где уже была настоящая Азия. Там хозяевами были чуваши, черемисы, волжские булгары, киргизы, которые по-русски понимали очень плохо. И все-таки это была Россия. Так еще в детстве Николаю Тургиневу пришлось столкнуться с одной из кардинальных проблем нашей истории, политичностью государства российского. Несмотря на яростные протесты матери, сыновей все-таки было решено отправить в Геттинген. Первым уехал Александр, следом за ним Николай. В 1808 по 1812 год он слушал лекции в Геттингенском университете, где преподавали известные в то время профессора. Вот назову несколько имен, чтобы вы помнили. Сарториус, Герен, Гёде. Но если мы вернемся опять в Россию, то посмотрим университеты Москвы и Петербурга в это же время тоже обладали прекрасными специалистами. Например, Терновский преподавал в богословии священную историю. Кубарев великолепно знал латынь и преподавал в древнерусской письменности. Палеография. Куркунов, всеобщую историю государства и права. Гастев, Геральдику и историческую географию, дисциплину, сказать, к сожалению, почти что в наше время исчезнувшую и забытою. Академик Астроградский читал курс на физико-математических факультетах. Но учиться все-таки, как мы уже говорили в первой лекции об этом, ехали за границу, в частности, в Гетинген. Быть может, здесь сказалось и масонские увлечения Ивана Петровича Тургенева. Так или иначе, в 1808 году 22-летний Николай Тургенев отправился в Германию, где он изучал преимущества, политическую экономию, финансы и так, когда называли, камеральные науки. То есть, это был цикл административных, экономических, финансов и даже психологических знаний, требующихся для подготовки людей, имеющих управлять так называемым камеральным или казенным имуществом. Тургенев готовил себя к дипломатической карьере. Вместе с Николаем Ивановичем Тургеневым, в Гетинген, по представлению попечителей Петербургского округа Новосильцево, была командирована целая группа студентов. Среди них будущие профессора Санкт-Петербургского университета и Царско-сельского лицея. Если вы читали книги о Пушкине, а я в этом не сомневаюсь, то вы встретите такие имена. Кайданов, кафедра истории русской, Галич, философия русской словесности, Куницын, естественное право, Карцев, математика и физика, Чижов, математика. Ну, а пока очевидно, что вместе с Николаем, это будущие профессора, окончившие Гетинген, пока что ехала группа талантливых молодых людей. Интересно, кстати сказать, и сопроводительная записка, так называемая начертание студентам. Особенно любопытен взгляд на историю. Сейчас коротко две цитаты. Если учение истории состоит не в одном познании происшествий, сказано там, если посредством всей науки должно находить надлежащее отношение государств между собой, если, наконец, историк принужден употреблять свои исследования, и где доказательства недостаточны, то ясно, что он учение свое должен учредить следующим образом. Деяние людей – суть главнейший предмет истории. Их нужды заставляют действовать, их намерения, чувства и страсти определяют направление оных и влияние на все, на благо общества. Ну, хочу заметить, что это написано было за сто лет до того, как, скажем, во Франции были основаны так называемая школа аналов. Основателем был Люсьен Февр и Марк Блок, которые, как считалось, произвели революцию в системе исторического знания, провозгласив главным объектом изучения истории человека. Полагают, что автором этой записки, которую выше цитировала, был Александр Иванович Тургенев. Тогда он служил в канцелярии Николая Ивановича Новосильцева. Посмотрите его портрет. Так, это был выдающийся деятель начала 19 века, 1815 года. Это был император-комиссар царско-польского, борец известный с националистическим и можно в данном случае сказать с национальным движением польского народа. Наибольшее влияние на формирование взглядов Тургенева оказали лекции Гиерена, продолжавшего курс Шлёцера, о котором мы уже говорили. Гиерен читал так называемую современную теорию. Своё впечатление о его лекции Тургенев сообщил в письме брату. Едва ли можно найти подобного профессора во всей Германии. Сцену его можно узнать, слушая вступление с тех лекций. Надо сказать, что я отроду не слыхал ничего подобного с кафедрой. Но, пожалуй, ещё большее сильное впечатление и несомненно благотворное влияние на Тургенева оказал Сарториус, лекции которого Тургенев начал слушать в летнем семестре в 1809 году. Сарториус читал курс всеобщей политики и политической экономии и проявлял особый интерес к России. Просвещение дворянства, улучшение положения земледельческого класса, по его мысли, должно было привести к улучшению положения самих крестьян и в конечном счёте к ликвидации рабства. Вот что писал он в своём дневнике. Уничтожение рабства есть первый важный шаг к достижению целей государства вообще. Вот как понимал идею, саму идею Николай Тургенев. Можно, думается, и утверждать, что студенческие годы подготовили Николая Тургенева к вступлению в масонскую ложу. Это было не только следствием моди, но и, судя по записям в его дневниках, глубокая внутренняя потребность самосовершенствования, которую Тургенев сверху, надо сказать, увидел в масонстве. 16-летним юношей он поражал строгостью и зрелостью ума, сдержанностью чувств и даже в отношениях с любимым братом Александром, которого называл не иначе, как Навы, был всегда очень тактичен. Вот видно такая его рассудительность, врожденный так и характер очень сильный, не по годам, послужили причиной тому, что Николая Тургенева приняли в масонскую ложу даже 16 лет, хотя по правилам моложе 19-ти никого не принимали. В 1811 году Николай Тургенев прошел посвящение уже в следующую степень масонства в Германии. Было это в горах Гарца, в шахте Доротея. Пожалуй, это событие не меньше, чем личные способности определили судьбу Николая Тургенева. Прежде чем перейти к дальнейшему жизнеописанию его, коротко скажу несколько слов о том, что такое масонство, имея, конечно, в виду лишь открытые внешние формы, поскольку закрытое, скрытое масонство вообще-то для посторонних недоступно, и тайны его оберегаются строго. Слово масон и франк-масон означает вольный камещик в переводе с французского языка. Это было такое религиозно-нравственное движение, которое зародилось после крестовых походов и получило распространение достаточно активное в Англии в 18 веке. Оно имело многоступенчатую структуру и всегда отличалось необыкновенной тягой к мистике. Вряд ли Тургенев, тогда еще юный, молодой человек понимал всю глубину масонских тайн, когда он спускался доверчиво в шахту Доротея. Во всяком случае, несмотря на свою приверженность масонству, Николай Тургенев оставался патриотом своей родины, которую хорошо знал и жаждал всегда ее процветания. Возможно, что на устойчивость его патриотических чувств оказали определенное влияние письма, которыми братья регулярно обменивались. И, к счастью, эта переписка сохранилась. Она была издана, по-моему, в 20-х годах, до 10-20-х годов, и сейчас это, безусловно, библиографическая редкость. Хочу добавить, что космополитизм масонства не растлил душу Николая Тургенева. Семейные братские связи не ослабевали, а напротив, крепли с годами. Трагически ранняя смерть Сергея не только их не ослабила, но и укрепила. Александр оставил брату Николаю значительное состояние, что и, в общем-то, помогло ему на чужбине не бедствовать, а напротив, жить в довольстве и далеко от родины продолжать служить русскому делу, русской культуре. В 1811 году Тургенев посетил Париж. Вот посмотрите, как на такой гравюре выглядит Париж начала 19 века. Это было время зенита наполеоновской славы. Позади был Ульм, Аустерлиц, Пресси, Шилау, Трафальгар. То есть необыкновенные победы тогда уже одержал Наполеон. Наполеоновские орды заполонили всю Европу. Что делает Бонапарт? Писал тогда Тургенев. Самодержавное исчадие якобинского республиканизма. Разве так должна идти стройная система человечества? Писал он в своем дневнике. Но надо было возвращаться домой. И путь тогда лишал через город Штетин единственную дорогу свободную от французских солдат. По пути в Россию во время неожиданного дорожного происшествия судьба столкнула Николая Тургенева с бароном Сумштейном, оказавшим громадное влияние не только на окончательное его формирование, но и практически на всю его жизнь. Я хочу напомнить, что в процессе нашего повествования все время возникают новые имена, фамилии, явления. Ну, надо сказать, что нам пора их узнавать. Это наша беда, что мы до сих пор еще окончательно в изучении истории России не делали акцента на историческую личность. о забвине своей истории утери корней и вот такая искусственная легкость бытия и надуманные проблемы, которых мы долго варились, и как нас учили. Я хочу отметить, что с этим нужно пора заканчивать, нужно переучиваться. Так вернемся к портрету Генриха, Фридриха, Карла, Цумштейна. Так, не правда ли достаточно унылая на первый взгляд физиономия, однако человек он был чрезвычайно интересный. Хочу по, можно сказать, по пути напомнить вам, что есть у Пикуля замечательные исторические миниатюры, где вы коротко можете познакомиться с биографией этого выдающего человека начала XIX века. Сумштейн родился в 1757 году в Бестфалии. Масон, организатор политического общества в Пруссии, который ставил своей целью борьбу с Наполеоновской империей. Это был один из выдающихся государственных деятелей экономистов своего времени и после опалы Пруссии, поскольку он вел энергичную борьбу с русским монархом за независимость Пруссии и освобождение от Наполеоновского ига, он практически был выдворен из страны. В 1812 году, уже после вторжения Наполеоновской армии в Россию, Цумштейн по приглашению Александра I приезжает в Петербург и становится советником русского императора. С осени 1812 года он возглавляет так называемый немецкий комитет и далее организует немецко-русский легион для дальнейшей борьбы с Наполеоном. В конце 1812 года Штейн вернулся на родину. И здесь во время работы по организации Центральной комиссии по управлению освобождением от французов германских земель он близко сходится с Николаем Тургеневым. В это время после того как Тургенев был уже официально прикомандирован к Штейну в 1813 году между ними устанавливаются подлинные дружеские отношения. Прикомандированный к Штейну Тургенев выполнял тогда функции комиссара от российского правительства. Он продолжал свою деятельность в комиссии по составлению законов, где некогда трудился и даже всерьез рассчитывал на помощь Александра Первого в проведении закона о освобождении крестьян. Ну, надо сказать, что в целом деятельность Николая Тургенева в качестве помощника Штейна в такое решающее время, как работа на Бенском Конгрессе чрезвычайно интересно, но весьма мало изучалось. Напомню, что Венский Конгресс проходил естественно в Вене в 14-15 годах. Это был период завершения войны европейских держав с Наполеоном. Там присутствовало 216 представителей от европейских государств. И предстояло немалая задача как-то передел карты Европы и установление новых границ. Напомню, что работа Тургенева на Венском Конгрессе едва ли не сорвалась из-за болезни. С ним тогда произошло что-то непонятное. то пожалуй то, что свело в могилу его братьев Ивана в младенчестве Андрея и Сергея в юношеские годы. Вот коротко как он пишет об этом периоде. Страшная головная боль, потери сознания, длительный недуг, который тогда просто определялся лихорадкой. Заболел Тургенев еще до открытия Венского Конгресса. То есть зимой 1814 года. И лишь в феврале 1815 года начал постепенно выздоравливать. Вот что он писал в своем дневнике. Сначала доктор ласкал меня скорым выздоровлением, но теперь срок моего заключения опять отдалился. При всем том, однако же он, то есть доктор, уверяет своим честным словом, что через 10 дней я буду выходить. Ну, надо сказать, что молодость все-таки взяла вверх и болезнь отступила. Тургенев тут же с головой окунулся в дела. Его постоянным руководителем оставался барон Штейн. Личная привязанность молодого Тургенева к этому знаменитому немцу уже к тому времени уже старику не вызывает сомнений. Тургенев чрезвычайно высоко ценил своего наставника и советовался с ним, и полагался на него. Ему без сомнения импонировали аристократические симпатии Штейна и вместе с тем своеобразное сочетание с идеей без сословности. Это очень редкий компонент для аристократов. Уже в старости на своей вилле Вербуа Тургенев писал в дневнике он свято хранил воспоминания о древних привилегиях сословия, которому принадлежал. Вместе с тем Тургенев отмечает своеобразную демократичность реформ Штейна. Во всяком случае нет сомнений что проекты были разумны и представляли себе необходимую уступку новому времени, новым веяниям. Если говорить далее о тех лицах которые и фигурах которые воздействовали на формирование Тургенева то безусловно надо еще обязательно упомянуть Адама Черторыйского это был польский и русский дипломат первых лет царствования Александра Первого который был очень любопытен Николаю Тургеневу и вместе с этим обязательно надо упомянуть практически это было в одно и то же время имя швейцарца Лагарпа мы уже говорили в прошлой лекции с вами о присутствии иностранного начала в русской политике и в русской экономической жизни ну Фредерик Сезанн Лагарп известен в литературе я думаю что вы знакомы с его именем это был воспитатель будущего императора Александра он внушал своему воспитаннику отрицательное отношение к самовластью и превозносил законность как мы сказали бы современным языком его идеал был прогрессивный самодержец каким практически и стал Александр Первый если не считать отдельных черт его о которых мы сейчас не будем подробно говорить так вот эти две сказалось противоположные фигуры оказали существенное влияние на Николая Тургенева причем надо сказать что такой идиллии как со Штейном у Николая Тургенева ни с Лагарпом ни с Черторыйским не сложились сейчас самое время сказать и о несколько слов об анализе его работ ну я остановлюсь лишь на крупнейшей его работе опыт теории налогов это можно сказать наиболее значительное из всего что Тургеневым было создано на экономической почве она положила эта работа начало русской финансовой науки и безусловно заслуживает того чтобы наши современные экономисты обращались к ней и в своих проектах и занимаясь прогнозированием будущего вот несколько мыслей оттуда эти мысли настолько злободневные что стоит может быть остановиться подробнее даже на них Николай Тургенев полагал что принципы налоговой системы основанные на крепостном праве изжили себя к началу 19 века освобождение дворян от налогов привело их к полной незаинтересованности в рентабельности собственного хозяйства а следовательно и к упадку всего сельскохозяйственного производства соответственно далее к росту цен и как результат к демографическому спаду который был всегда грозным предупреждением деградации нации ибо считал Николай Тургенев человек связан с землей неразрывными узами человек зависит от земли в той же мере какой земля зависит от него по мнению Тургенева натуральные повинности взимаемые из крестьянства недопустимы равно как в экономическом так и в нравственном отношении налоги взимаемые натурой тормозят денежные обращения влекут за собой злоупотребление всякого рода в частности выпуск бумажных денег которые тут же обесцениваются начинается инфляция затем естественно гиперинфляция и как результат обнищание того самого народа который производит необходимый общество продукт таким образом получается как бы заколдованный круг ну хочу еще добавить несколько слов об этой работе он ратовал тогда уже за рыночную если говорить современными словами экономику и как результат развития рынка естественно был расцвет торговли и интенсификация обращения рубля рассуждение Тургенева о создании мелких перерабатывающих промышленных предприятий о свободе хозяйственной деятельности о преимуществах фритрейдерства вы знаете что такое слово фритрейдерство от английского слова фритрейд означает свободу торговли и невмешательство в частно предпринимательскую деятельность зачем хлопотал он также и много писал об обеспечении права собственности крестьян в первую очередь на землю вот таковы общие принципы этой работы Николай Иванович Тургенев был принципиальным противником общинного землевладения в то время как Штейн на территории Пруссии как раз считал что наилучшим решением земельного вопроса будет не только освобождение крестьян но и обязательно освобождение крестьян с наделом Тургенев же считал что крестьян можно освобождать без земли или с минимальным наделом по десятине на мужскую душу но предвидя конечно и последующую аренду земли у помечика трезвым умом и расчетом Николай Тургенев решительно отвергал все социалистические утопии видя в них угрозу собственности политические симпатии Николая Тургенева равно принадлежали как аристократии так и капиталистам и аграриям при этом он настаивал на том чтобы русская промышленность и тем более земледелие находилось бы в руках русских в своем дневнике он горько сетует на указы Екатерины которые дали преимущество иностранцам в особенности англичанам кое как он писал через то учинились властителями внутри России и не токмо для продажи своих изделий но и для купли русских произведений надо сказать что братья Тургеневы предприняли попытку реформы в своем собственном имении и переведение на оброк пытались ввести но вот писал об этом есть переписка он пишет своему брату Александру я решил барщину уничтожить и сделать с крестьянами условия вследствие коего они обязуются платить нам указывает там цифры надо сказать что это его реформа практически не дала никаких результатов однако это не остановило Николая Тургенев в 1819 году по предложению санкт-петербургского генерала-губернатора графа Милорадовича он составил записку вышеупомянутую нечто о крепостном состоянии в России которая была представлена Александру Первому вот главные мысли этого документа первое положение существует два рода прав естественные человеческие права и права политические в России человеческими правами пользуются дворяне купечество мещанство казенные крестьяне политическими правами дворяне и отчасти купечество Тургенев полагает что всякое распространение политических прав дворянства было бы неминуемо сопряжено с пагубой для крестьян которые находились в крепостном состоянии всем то смысле писал он власть самодержавная есть якорь спасения для отечества нашего от нее и от нее одной мы можем надеяться на освобождение наших братьев от рабства столь же несправедливого коль и бесполезного грешно помышлять о политической свободе там где миллионы не знают даже и свободы естественной смотрите какие пророческие слова ну надо сказать что после знакомства с этой запиской Александр первый выразил удовольствие обещал что называется непременно сделать что-нибудь но ничего разумеется не сделал а недовольство в этот период было достаточно высоким и постоянно росло не только среди просвещенных дворян в 40-е годы число крестьянских выступлений увеличилось в 5 раз а к концу 50-х годов волнением были охвачены 25 губерний это вообще не шутки но это также не остановило Николая Тургенева он продолжал действовать в мае 820-го года вместе с группой весьма влиятельных аристократов графом Бронцовым сейчас посмотрим его портрет он заслуживает того чтобы его посмотреть значит Михаил Семенович Воронцов командующий оккупационными войсками во Франции в 1815-18 годах был консерватором английского типа о нем есть большая литература подробно не буду рассказывать в этой же компании оказался и князь Меншиков родственник того знаменитого фаворита Петровского граф Потоцкий и князь Петр Андреевич Вяземский сейчас посмотрим Петр Андреевич Вязинский известный поэт критик близкий к семье братьев Тургенев и известный друг Пушкина Таким образом вот силами этих знаменитых тогда людей было организовано общество содействия освобождению крестьян Однако и это начинание не нашло поддержки у царя С этого времени как раз начинается конфликт Николая Тургенева с петербургской аристократии То, что было позволено Вяземскому или Меншикову исходило с рук как развлечение или отвлечение от непрерывных балов не было позволено менее богатым и знатным Тургеневым К этому времени относится запись в дневнике такого содержания Страх перед убытками от освобождения крестьян надо бы искать в аристократическом образе мысли наших богатых или знатных людей если впрочем эти архихамы имеют что-нибудь общее с аристократами Наконец слышав и то и другое я покуда уверился что негодование против нас происходит от того что о нас разумеет эта публика как о людях опасных как о якобинцах Ну якобинцы напомню это движущая сила французской революции происходит это название от движения которое зародилось в клубе святого якоба во Франции и как вы помните из французской истории это сторонники очень жестокой политической диктатуры и все же непрерывные усилия Тургенева не были вовсе бесплодны в 1820 году на повестку дня государственного совета был поставлен вопрос о запрещении продажи людей без земли вот тогда-то с помощью брата Александра в борьбу за закон запрещавший продажу крестьян поодиночке вступился Николай Тургенев я не буду рассказывать все перипетии этой запутанной истории хочу сказать что в конце концов прошел проект Тургенева но в дело производства так пущено не было а остался под сукном при полном безразличии со стороны Александра Первого мистические настроения царя способствовали распространению среди аристократий такого флера безразличия меланхолии обреченности и таким образом идея бега о которой мы говорили в прошлой лекции начинала все более ощутимо господствовать над психологией дома то есть родного гнезда Тургенев все же не терял надежды он думал о том что принципы общего блага в конце концов победят эгоизм личного благополучия хотя русская действительность такой какой он ее застал по возвращении из-за границы в 1816 году оставляла в этом смысле очень мало надежд все хлопочут все стараются все ищут но все каждый для себя в особенности никто для блага общего браку здесь много браку писал он брату Сергею к этому времени и относится вступление Николая Тургенева в литературное общество Арзамас это тоже известная страница русской литературы о которой я не буду подробно говорить вместе с друзьями Кривцовым и Орловым также противниками крепостного права и убежденными сторонниками конституционной монархии была сделана попытка превратить вот эти или добавить скажем так литературное чтение в Арзамасе политическими докладами о государственном строе Англии Франции и даже о значении французской революции служба в государственном совете его не радовала никакого понимания и сочувствия своим взглядом Николай Тургенев не находит ни у кого в то время а взгляды эти заметим были весьма весьма умеренными даже не отмена крепостного права а лишь некоторые ограничения произвола помещиков и конституционной монархии вот коротко как представлял о себе развитие будущей России Николай Тургенев личность Александра Первого как и в прежние годы ему весьма импонировала он по-прежнему возлагает на него большие надежды и прочитав в газетах о том что Александр в беседе с генералом Мизоном обмолвился о пользе конституции для России восклицает спасибо государю теперь откроем ту страницу биографии Николая Тургенева которая вызвала наибольшее число кривотолков и всевозможных домыслов начиная скажем от восхваления Николая Тургенева как одного из активнейших декабристов чуть ли не второго пестоля и кончая его поношением как предателя что же было на самом деле собственно говоря пора с этим разобраться ну не будем излагать всю историю декабристского движения она достаточно известна и при том написана мало немало специальных блестящих можно сказать работ обратимся лучше к тому что писал сам Тургенев об этих событиях уже находясь в эмиграции в конце 1819 года ко мне зашел однажды князь Трубецкой ну посмотрим как выглядел князь Трубецкой очень выразительное лицо неправда Сергей Петрович Трубецкой капитан рейб-гвардии Семеновского полка организатор союза спасения и северного общества всю жизнь боялся повторения Пугачевского бунта и в своем имении освободил крестьян за участие в декабристском движении был приговорен сначала к смертной казни а потом эта мера была заменена картржными работами в течение 20 лет так вот что писал по поводу него Тургенев не слишком входя в предварительное объяснение он Трубецкой мне сказал что все то что он мог знать обо мне и моих убеждениях обязывало его предложить мне вступить в общество устав которого он мне тут же и преподнес это был устав потом уже историки этим занимались так называемого союза благоденствия о котором говорят донесения следственной комиссии 1825 года Тургенев тогда отмечал что я посмотрел устав общество ставило себе целью общественное благо члены союза должны были быть разделены на несколько разрядов или секций из коих одна занималась бонародным просвещением другая юстиции третья политическая экономия и финансами во всем проекте так же как и в отдельных частях проекта речь шла только о теориях намерение действовать произвести какие-то перемены в государстве нигде не проявлялось подобный план не представлял ничего привлекательного для меня пишет Тургенев и я не верил чтобы в России какое-нибудь общество могло дать необходимые средства для достижения важного и сложного результата предполагавшегося в этом предприятии для этого пишет он нужны были бы серьезные писатели он имеет конечно ввиду ученых серьезные писатели которым различные отрасли человеческих знаний были бы хорошо знакомы то есть люди понимающие вместе и теорию и практику дел Россия к тому времени по мысли Тургенева почти совершенно лишена блата от таких людей и я прибавлю что в этом случае как и во многих других он отмечает меня опечалило то обстоятельство что между добрыми намерениями в уставе общества совершенно не было вопроса который с моей точки зрения доминировал над всеми остальными то есть об отмене рабства в общем принятый план обнаруживал мало опытности мало зрелости и даже некоторое ребячество что мне как раз и не нравилось он отмечает тем не менее я не счел себя вправе последовать примеру моего друга поэта и я думал что всякий человек должен оставить в стороне мелкие формальные соображения и пренебречь личными неудобствами и даже опасностями он пишет ну далее идет повествование приблизительно те же мысли пересказываются я хочу сказать что исследователи декабризма справедливо указывают ну на некоторые неточности в рассказах Тургенева прежде всего он вступил в союз благодетствия не в конце девятнадцатого года а в это время Турбецкого вообще не было в Петербурге а в самом начале или даже в конце восемнадцатого года знал Тургенев Турбецкого и раньше и довольно коротко да и кроме теоретических соображений в программе союза было немало мер чисто практических ну правда мнения никогда не не сходились и в дневнике 29 ноября девятнадцатого года он записал вчера собрались у меня человек пять один туда другой сюда не правда ли типично думается что вообще-то говоря вот эта противоречивая информация тем не менее должна нас натолкнуть на мысль что все-таки Николай Тургенев к тому времени был человек весьма умеренных взглядов он все-таки был конечно близок к движению Дюка Брисона но тем не менее он был дворянин и помещик который безусловно верил как я говорила об этом выше предназначение помазанника Божия и был убежден что рано или поздно обращаясь к царю можно достичь определенного ответа и что царь на то и царь чтобы выше сиюминутных интересов ставить судьбу своей страны логично не правда ли дальнейшее участие Тургенева в деятельности союза благоденствия свелось к тому что он приехал в Москву на съезд который состоялся в январе 1825 первого года к этому времени относится и краткая запись в дневнике что-то скажет Москва ну как известно Москва ничего тогда не сказала во всяком случае известно то что на съезде царила паника и дошли слухи что императору донесли о существовании тайного общества думается впрочем что даже при крайней беспечности членов союза и доносов тогда не потребовалось все всплыло на поверхность само собой тогда же было принято решение о закрытии союза благоденствия немногие знали о том что решение это преследует цели конспирации вместо союза благоденствия тогда же образовалось два общества вам из истории России должно быть это известно северное южное Тургенев же в своих воспоминаниях категорически утверждает что после распуска союза благоденствия никакому тайному обществу он не принадлежал а человек он был высшей степени правдивый и прежде всего очень высоко ценил понятие чести показания же декабристов на процессе полны противоречий и на их основании делать заключение о том что Тургенев после распуска союза благоденствия продолжал действовать в северном обществе никак нельзя Пестель например отрицал участие Тургенева в нем дневник же Тургенев дает основания считать что бесконечные споры разговоры о тайном и нетайном ему очень прискучили и что как человек весьма умеренных взглядов имеющий только определенную цель то что его интересовало уничтожение крепостного права он считал что эту идею уже заболтали в этих дискусах и возможно что его отъезд за границу в 1824 году был продиктован не только необходимостью поправить здоровье но видимо он хотел уйти от движения которое стало ему чужим к выступлению на Сенатской площади Николай Тургенев вообще не имел никакого отношения больше года он тогда прожил за границей никаких связей с декабристами не поддерживал и был потрясен когда узнал что его привлекают к суду по делу декабристов я обвиняюсь в измене писал он братьям я государственный преступник я читаю перечитываю слова сей не верю глазам моим а должен верить Тургенев жил тогда в Англии на требования русского правительства выдать его России английское правительство ответило категорическим отказом приговор суда то есть это смертная казнь через отсечение головы заметьте это был еще более чудовищным чем сам факт привлечения Тургенева к суду такая поистине скажем средневековая мера зверская была уготована только Тургеневу в чем тут дело это предстоит выяснить будущим историком декабристских декабристского движения и тогда может быть возмущение по поводу оправдательных записок Тургенева где он весьма нелестно отзывается о многих из числа тех с кем пришлось встретиться на собрании в союзе благоденствия будет более очевидным и покажется в большей мере надуманным и порожденным тем безусловным пиететом которым мы испытываем перед декабристами в этот период вот как раз английский период жизни Николая Тургенева наступает эпоха так называемая эпоха составления оправдательных записок в мае 26 года он прислал брату Александру первую оправдательную записку для представления в следственную комиссию прежде всего Тургенев опровергает утверждение что восстание 14 декабря это дело тайного общества общества как законченной организации в России не было он утверждает а были лица попытки его организовать и заговоры вообще не носили такого характера какой сейчас мы вкладываем в это понятие мнение и слова тогда только могут быть преступными когда объявлены всенародно или публично писал он сам он видел только устав в котором речь шла выше в котором говорится об учреждении училищ и о благотворительности хотя конечно он был знаком близко с некоторыми декабристами и которые читали этот устав но он никогда не предполагал что он имеет тайный оттенок первую правдательную записку Николай Тургенев передал брату Александру с просьбой Блудцева довести до сведения царя именно Блудов тогда член Верховного уголовного суда и старый друг семьи Тургеневых сообщил Александру страшное известие о приговоре брату Николаю ответа на записку не последовало тогда Николай Тургенев пишет вторую оправдательную записку но не будем еще раз так сказать останавливаться на ней подробно хочу сказать только что записка эта осталась без последствий равно как и третья написанная в 1830 году хлопоты Жуковского также не привели ни к чему и фактически Тургенев остался за границей после казни декабристов авторитет царского правительства упал сильно в глазах европейских дворов победа над Наполеоном выдвинула Россию в ряд первых европейских держав на Александра Первого возлагались тогда большие надежды но после 25 года стало известно что надежды эти не сбыточны и Николай Первый который был заинтересован в престиже царского правительства и подъем авторитета страны на международной арене тогда отправил Шотландию в мирную миссию в лице посла Горчакова ну вы знаете эту фигуру Горчакова это посол нового типа основатель можно сказать русской дипломатии очень популярной личность в дипломатическом мире начала 19 века значит посол ехал с целью навестить Тургенева и вернуть его в Россию и Николай боялся очень европейского скандала но Тургенев ответил отказом были и другие попытки уговорить его вернуться в Россию скажем так вскоре после визита Горчакова к Тургеневу явилась вдова графа Разумовского ну вы знаете наверное читали об этой знаменитой семье графа Разумовского в данном случае речь идет о сыне последнего украинского гетмана он всю жизнь увлекался мистицизмом был кстати сказать неверный муж и жена графиня Генриета Разумовская сделала все чтобы предотвратить его брак с француженкой второй брак после смерти мужа графиня Разумовская последовала примеру мужа в том плане что она очень увлеклась католичеством и мистицизмом и посвятила себя практически служению иезуитам в особенности известному в то время мистику Жосефу до мэстру в 1816 году его свите она выехала из России и всюду его сопровождала и беспрекословно слушалась по его совету и она отправилась к Тургеневу повод для визита был трагический скончался младший брат Тургенева Сергей на душевном состоянии Тургенева Генриета Разумовская хотела конечно сыграть однако из этого ничего не вышло она предлагала значит написать Тургеневу новое покаянное письмо царю или предлагала ему покинуть старую веру перейти в католичество но из этого ничего повторяю не получилось он написал очень такое покаянное письмо Александру и написал тем не менее что я буду переносить величайшую беду свою поскольку я напомню что брат Сергей не выдержал вот этого приговора и сошел с ума и умер то Николай Иванович чувствуя каким-то образом вину на себе хотя это можно сказать была лжевина он с величайшим достоинством эту беду переносил Тургенев в Россию все-таки не поехал из Англии он перебрался во Францию и в 833 году женился на дочери ветерана наполеоновской армии маркиза Гайтена Виариса Клари вскоре он купил под Парижем виллу Вербуа или в переводе на русский язык означает Зеленая Роща В семье было тогда уже трое детей два сына и дочь сын Петр Николаевич известный скульптор скончался в 1913 году и пожертвовал Академией наук громадный архив своего отца и братьев мне кажется что будущим историкам предстоит выяснить судьбу архива а также на основании опубликованных документов главным образом труды самого Тургенева которые хорошо известны написать полное жизнеописание этого русского талантливого ученого дипломата и экономиста ждет из своего перевода третий том его книги «Россия и русские» которая была написана им по-французски ну до конца дней своих Тургенев оставался патриотом своей родины в этом нет сомнений ничто ни личная трагедия ни смерть любимых людей брата ни собственное увядание наступающая старость повторяем ничто не могло его поколебать в том что Россия вступила на путь европейской цивилизации и что ее ждет великое будущее похоронен похоронен Николай Иванович Тургенев кстати вот о французской теме чтобы с этим покончить во Франции на кладбище Перляше у стены французских коммунаров вот такая судьба постигла ему ну вернемся к нашему изложению вот что он писал своему брату вскоре после перенесенного известия о смерти младшего брата Ивана ой простите Сергея мне утешительно видеть из письма вашего что вы не забыли о наших мужиках и я думала о них эта обязанность лежит на нас тяжелее теперь чем когда-нибудь я могу содействовать исполнению оной одними советами на вас же обращается весь труд действовать вот совет мой будущее участь крестьян должна быть обеспечена обратите внимание уже после тех перипетий жизненных уже как будто бы при спокойной жизни эта проблема крепостного состояния не продолжала вернее продолжала его волновать и мы умрем и моя жизнь или смерть не может иметь никакого влияния на их участь но смерть ваша может лежить возможности улучшения их бытия таким образом он дальше в этом письме пишет о том что нужно обязательно помимо того что заняться серьезной реформой необходимо еще оставить обязательно сумму на содержание училища и создание училища для крестьян даже в тяжелый день в своей жизни когда он узнал опять-таки о смерти брата он продолжал думать о родине бессмысленные жестокие меры привели к тому что Россия потеряла одного из славных своих сынов но Тургенев никогда не терял России все мысли его были постоянное стремление к добру и все было направлено на родину приведем вот заключение небольшой отрывок 14-м годом датированной в Риме когда еще судьба ему улыбалась и когда еще впереди открывалась блистательная карьера дипломата вот что он писал долго смотрел я на карту Российской империи ужасное почти необъемлемое пространство какое отечество нельзя более любить своего отечества как я люблю Россию но всегда при мысли об отечестве мысль некоторой жалости мрачная печальная побеждает все другие ужасное пространство России как управлять геи из Петербурга как управлять этим пространством эти мысли он не оставляли его до самой смерти за час обратите внимание до смерти он читал третий том окраин России Самарина ну Тургенев счастливо жил во Франции он любил Францию оценил ее таланты день смерти в гостях у него был Виктор Гюго и он делился с ними своими последними мыслями и сомнениями в России после 25 года он был три раза в 57 59 и 64 когда уже мечта его сбылась и русские крестьяне получили свободу но ненавистное рабство так сказать прекратилось были возвращены Тургеневу даже всеченные дворянские титулы и Александр второй освободитель молчаливо признал страшную ошибку своего отца хотя официального оправдательного приговора не было но всем было ясно что Тургенев был осужден напрасно но его дом его семья были уже теперь не здесь а во Франции там его ждали там была жена взрослые дети внуки и Тургенев уже глубоким стариком уехал из собственного дома домой уже во Францию вот парадокс русской эмиграции уехал со слезами что больше никогда не вернуться мне хочется закончить наш рассказ выдержка из некролога который Иван Сергеевич Тургенев посвятил Николаю Тургеневу лучше и более прочувственно и более верно все равно нам не удастся сказать вот что писал Иван Тургенев сам кстати сказать почти постоянный житель Франции и такому-то вполне русскому человеку суждено было жить и умереть за границей но не будем слишком жалеть о нем выудушевимся скорее его примером пример человека неуклонно преданного тому что он признавал за правду полезен и нужен всем нам русским из возможных благ доступных людям многие достались на его долю он вкусил вполне счастье семейной жизни преданной дружбы он узрел и он осязал исполнение всех своих заветных дум память его останется всегда драгоценность для всех кто знал его но Россия не забудет ни одного не забудет одного из лучших своих сынов вот на этом мы сегодня заканчиваем лекцию посвященную такому своеобразному иммигранту девятнадцатого века постарайтесь осмыслить его биографию и постарайтесь сделать сами вывод о причинах и мотивах этого изгнания речь идет у нас о девятнадцатом веке следующей лекцией мы займемся двадцатым веком это будет уже тема о трех волнах русской иммиграции я думаю что вы найдете в литературе все необходимое чтобы составить более полное представление о иммиграции девятнадцатого и двадцатого века могу рекомендовать в заключении вам свою собственную книгу загадка русской иммиграции она вышла в девяносто седьмом году в издательстве гранат и среди благородных скажем так изгнанников и иммигрантов вы найдете в компании и Ивана Сергеевича Тургенева и Гартмана и Кропоткина известного анархиста и великолепного русского философа полковника Лаврова не правда ли достойная компания анархи анархи Продолжение следует...